МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент Беларуси сёння принял кадровое решение. Обновилась мясовая вертикаль Улады, два новые наместники у столичного губернатора, больше не вакантное место наместника старшины Брестского Абл-Ваканкама. Зменился наместник у мэра Минска. А кроме этого, новые керавники с этого часа в 13 регионах краины, а так само у администрации Першамайского и Советского районов столицы. И они будут в полном объеме выражать подобные непростые задачи. Главное, над чем акцентует увагу президент, это экономика, выполнение технологической дисциплины и работа с людьми. Главное в том, что дальше тянуть нельзя было. Вы все, кроме двоих-троих, не в Минске будете работать, а там с людьми на селе прежде всего. Посевная кампания началась, и тот, кто развернется, будет с урожаем. Многие начали области, все практически, где больше, где меньше, посевную кампанию ранних зерновых культур прежде всего. Почву надо готовить. Поэтому надо было оперативно принимать кадровые решения, потому что я не представляю, как район может сегодня организовать эти работы, если нет руководителя. Ну и вызовов очень много. Вы видите, мир с ума сошел от коронавируса, но для нас не это главное и страшное. Мы эти вирусы переживали, переживем и этот. Были и посложнее вирусы, и свиной, и птичий, и какая-то там атипичная аномальная пневмония. Все это из этой области. Многого непонятно здесь. Мы адекватно реагируем и очень давно реагируем, точечно реагируем на это. Я уже не единожды об этом говорил. Но кроме Минска и крупных городов, это не такая большая проблема для районов, районных центров. Самая большая для нас, ну не проблема, а большая ответственность нас, вас – это экономика. К сожалению, все эти телодвижения в направлении коронавируса очень резко отразились на экономике. Ну, дошло до того, что я получил информацию вчера. Сегодня она уже официально появилась, что наша родная Россия, подчеркиваю, закрыла, закрыла границы с Беларусью. Как вчера сказал премьер-министр, нашим премьер-министрам, ситуация очень серьезная. Так кто должен от кого закрываться? Вопрос риторический. Министр здравоохранения постоянно докладывает о том, что у нас эпидемиологическая ситуация в Беларуси пока, пока лучше, чем в другие обычные непроблемные, так сказать, годы. Не надо никакой паники, надо просто работать. Поэтому смотрите за экономикой и смотрите за людьми. В Беларуси новый министр сельской господарки и харчевания. Им стал Иван Крупко. Ранее он отказывал за комплексное развитие Минского района. В прошлый субботу старшиня Гомельского облаконка Магина Целовей провел промую телефонную линию. За три годины он отказал на 41 вопрос. Наши корреспонденты ведут, об чем шла разговора. По переднюю промую телефонную линию старшиня облаконкам оправодил у Снежни минулого года. Тогда он разгледил 44 пытанье. Это, правда, эффективный метод работы с насильницем. Знос незаконных побудов, организация выездного гандлю, выделение земельного участка для створения фермерской господарки, ликвидация запозиченности по зарплате, полепшение транспортных зносинов у сельской мясцовости. Тема такая пытаня, с которыми можно звернуться до керевника в области, не обмежевается. Жахару Гомельского микрорайона «Хутер» текавець будовництва тут школы. Район новый, отповедный молодежь мат, але навучальные установы по кульняма. Геннадь Соловей запевнивает, школа будет. Ваша школа будет нового проекта, нестандартного. Почему? Потому что сейчас в ЗАГС ставится задача учитывать все эти желания детей, учителей, родителей. Поэтому мы разрабатываем проект, деньги у нас есть. Еще одно пытание с того же микрорайона – работы детских садов. Зараз же хары вводят детей у четыре установы, які знаходяться односно недалеко. Але проблема наводне у гэтым. Только один сад працой зрушно для батьков – с семи ранницы до девятнадцати вечера. Остатние три закрываются о полове шостой годины. Поспеть с работы, особливо, коли она знаходится у другим районе города, практично немогчима. Я даже знаю случаи, много таких, когда они просят своих соседок «забери, пожалуйста, своего и прихвати моего, а я приду заберу». Пожелание мам хутора в большинстве своем, чтобы такие сады были в режиме с семи до семи, чтобы их было побольше. Потому что в один сад всех деток вместить, к сожалению, невозможно. Еще один звонок из Октябрьского района. Работница одной из ферм поведомила об фактах безгосподаршести. Техника у приватности кормораздачек не працуя, самих кормов не хапая, а у сестра декомпенсуется за кошт работников. Теперь ферму в Охуле обещают закрыть, что одразу добьется на добробытие вязковцев. Андрей Анатольевич, здравствуйте. Помогите нам. А что там ферму закрываете в шкаве? Она же один раз кормится. Какое там молоко можете вырабить с этим директором моей севки? Тоника их, коров не закрывает. Кормите три раза, и мне будете докладывать. Спасибо вам большое, Геннадий Михайлович. Стиль работы Геннадия Слауя, як старшине Абл-Виканкама, коли питание можно вырошить худко, одразу дается доручение по сотовым телефоне. Як у наступного выпадка. Гамельчанка, Жахарка дома номер 4 по улице Артыли Рыской, поскорбилась, что водопроводная вода у ее квартиры часто бывает и ржавой. Про из некоторых минут после звонка до ее выехали специалисты. Едьте, разбирайтесь, и на месяц потом мне доложите. Сегодня предки вам разберутся, что это вода и в чем проблема. Спасибо огромное вам. До свидания. И еще один адрес, который оказался в поле сроку старшине Абл-Виканкама под час промой телефонной линии. Жахарка Домар номер 112 по улице Богдана Хмельницкого выказала подяку работникам коммунального предприемства «Советское». Сюда звернулись люди с просьбой провести добру парадку о недворовой территории. Коммунальники зареаговали худко. На минулым тень не тут не только навели парадок, а и открыли детскую гульновую пляцовку. Олег Синчаров, Евгений Кухаронок, Евгений Макеенко, телерадо и компания «Огомель». Усе господарки Гомельской области приступили до поселной кампании. Уличываючи аномально теплую зиму, селета техника вышла на палетки значительно ранее звичайных терминов. Найбольше активно работы проводятся в полдневых районах. В нашем регионе селбу ранних яровых провели уже на четверти площадь. Дмитрий Котов наведал Петриковский район и увидел, как поселная кампания проходит у одной из мясовых господарок. До селбы ранних яровых в открытом акционерном товаристве Комаровича приступили еще на минулом тыдне. Работы проводились выборочно на певных участках. В поле выезжал только один из шести иснующих у господарца энергонасыщенных тракторов. На сегодня заденечена вся техника и можно сказать, что селбана была массовый характер. Даривши поспех кампании, выполнено керавництво, в первую чергу залежит от доброякостной подрыхтовки техники. И она полностью была готова до первого соковика. Новые запчастки набыли у мазырских организаций, а ремонтные работы провели уластными силами. Потихонечку готовились. Где-то что-то на хранение, где-то что-то, в первую очередь, диски, плуги. Все это сразу же, уже до Нового года, в принципе, была половина техники готова. В минулом году господарцы отрымали около 3,5 тысяч тонн зерневых и зернебобовых культур. Это полностью хопило, как обзабеспечить уластную живелогодовлю и выконать держзаказ. Все лето плануется, как минимум, полторыть этот выник. Головное, чтобы соковику не было моцных заморозков. Сеять надо тысячу гектар овса и гектар 200 посеем ячменя. К зиме у нас уже озимы сохранились, 1200 гектаров, которые мы посеяли осенью. Это третикали и рожь. Зима сейчас нам в этом все поспособствовала, озимы перезимовали. Достаточно таки хорошо. Виды на урожай, ну, пока мы определить не можем, но само по себе растение уже тронулось в рост. Надея на урожай, связанный и так само с кукурузой, яе плануется посеять на площадь 1200 гектаров. Большая часка собранного будина кирована на корм живёли. Остатние – пойдя на зерне. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Петриковский район. У формации диалогу у Гомеля отбылась черговая встреча Жахарова района индивидуальной забудовы Романовича с представниками органов улады. Людей текавили термины завершения доброго парадкования дорог, подведения водопровода, канализации, газопровода и электричности в пылных секторах. Говорка так само и шла про ливневую канализацию, яким расслумачили, ее работа мягчимая только при уладковании асфальтобетонного покрытия. По мере выделения сродков и реализации этого раздела проекта, вода от вод будет обеспечен. По планах на этот год ладятся дороги ушибни. Прогучало так само пожадание выпускать на линию автобусы большевеликой смешальности у годины пик. В процессе диалога Жахары Романовича сами пропонували варианты решений по певных питаниях. Например, накеровать частку сродков городского бюджета на умоцовании материальной базы установ адекватации, побудовать еще один детячий сад и школу и увести у расклад занятка у Романовицкой школы английскую мову. Зараз тут вывышают французскую. Вести поэтапно, даже не поэтапно, или параллельно изучение английского языка или даже классов с изучением английского языка. Здесь таких проблем нерешаемых я не вижу. В этом году начато строительство школы в 21-м микрорайоне. Это Волотова. Стоимость одной школы, чтобы вам было понятно, порядка 30 миллионов рублей. После 21-й сразу же будет строительство в 94-м, 96-м микрорайоне. И, к сожалению, 2-3 школы в год мы не построим, хотя бы по одной школе. На инфраструктуру Романовича в 2020-м годе бюджетом продугледжено 6,5 миллионов рублей. Сродки пойдут на дороги у асфальта и шебни и ливневую канализацию, якая повинна снять проблемы подтопления. По мере пропроцовки пытанил решение будут публиковать на сайте администрации Новобелецкого района. В Беларуси селета за одну базовую величиню плануется продать 370 объектов державной нерухомости. В 2019-м на таких умовах реализовано около 70% сделок. Сочить за объектами, которые пропонуют до продажи, те сдачи в аренду, можно на сайте одиного реестра державной майомости. На информационном ресурсе все необходимые известки и умовы сделок. В настоящее время потенциальный инвестор, арендатор, покупатель могут в режиме реального времени найти подходящий для себя объект. Кроме того, в реестре содержится информация о договорах аренды и безвозмездного пользования. Сегодня по Гомельской области внесены сведения о 6500 договорах аренды и безвозмездного пользования, большая часть которых это собственность районов и городов. Сегодня в одином реестре по Гомельской области размещены звездки про больше 170 тысяч объектов нерухомости и свыше 2,5 тысяч юридичных особ. По колькости уличеного в область займае лидирующие позиции у республицы. Во всех установах адеквата Беларуси измолцнены санитарно-профилактичные меры. Такая информация размещена у телеграм-каналя Министерства адеквата. Рекомендовано обмежовать наведывание и помагчимости руху самих установок, а так само отмовится от проведения массовых мероприемств. При предметах простудных захворваний треба неоткладно звернуться до урача. У Беларуси на сене зарегистровано 36 пациентов с остановшим лабораторным тестом на наявность РНК коронавируса. Три пациенты выписаны, трое рыхтуются до выписки. Гэты и иншая новинная информация о проектах телерадио-компании Гомель вы можете знайти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала Беларусь4 продолжает де-факто в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В Гомельской области перекрыт канал поставки амфетамина в Беларусь. В операции при поддержке бойцов ОМОНа участвовали оперативники управления наркоконтроля, их коллеги из Калинковичского РОВД, а также сотрудники Гомельской таможни. В пятницу в Калинковичах с поличным были задержаны 34-летний временно проживающий на территории Беларуси гражданин Российской Федерации, 37-летний местный житель, а также 22-летний нигде не работающий мазырянин. В ходе личного досмотра у двоих их задержанных было обнаружено изъято комковатое порошкообразное вещество розового цвета массой более 43 грамм и бледно-светло-желтого цвета массой более 19 грамм. У третьего нашли вещество массой 1,7 грамма. По заключению эксперта Госкомитета судебных экспертиз по Гомельской области во всех трех случаях в составе обнаружено особо опасное психотропное вещество амфетамин, которое не используется в медицинских целях. Также изъяты пакеты с таблетками желтого и розового цвета предположительно психотропное вещество МДМА амфетаминового ряда более известное как экстази. Оно также направлено на экспертизу. Данные наркотические вещества прибыли на территории Республики Беларусь из Российской Федерации и наркоконтроль имеет те основания полагать, что они предназначались для распространения на территории Калинковичского и близлежащих районов. Материалы проверки переданы следователям для дачи правовой оценки. Фигуранты задержаны. Также на ушедшей неделе при содействии сотрудников наркоконтроля Жлобинского РОВД пресечена попытка вывоза из страны крупной партии сигарет. По оперативной информации 14 марта на территорию одного из предприятий региона из Брестской области прибыла фура. При проверке в днище была обнаружена 15-сантиметровая ниша на всю площадь полуприцепа со спрятанными в ней табачными изделиями. Процесс выемки занял без малого семь часов. Всего там было спрятано около 40 тысяч пачек сигарет белорусского производства с акцизными марками на сумму свыше 50 тысяч рублей. Партия предназначалась для контрабанной переправки за пределы страны. Материалы проверки переданы в налоговую инспекцию Жлобинского района для дачи правовой оценки. По данным ГАИ в выходные дни на территории Гомельской области зарегистрировано 51 дорожно-транспортное происшествие. В трех из них пострадали люди. Травмирован несовершеннолетний. Накануне около 9 часов вечера 43-летний водитель в Гомеле управляя автомобилем Volkswagen при повороте налево с улицы Ирининской на Советскую не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ под управлением 36-летнего водителя. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля ВАЗ 15-летнему подростку который находился на заднем пассажирском сидении причины серьезной травмы по факту которых он госпитализировал реанимационное отделение больницы. В ГАИ добавили что пассажир не был пристегнут ремнем безопасности. Очередной случай переохлаждения со смертельным исходом произошел в нашей области. Вчера вблизи железнодорожных путей под мостом на улице Хатаевич обнаружено тело жителей деревни Бурлак Будокошелевского района. Предварительная причина смерти переохлаждения Назначена судебно-медицинская экспертиза. С обстоятельствами происшествия разбираются правоохранители. Два инвалида первой группы погибли на пожарах в эти выходные. В субботу в 6 вечера спасателям поступило сообщение о горении квартиры в двухэтажном доме по улице Первомайской в городе Жлобине. Пенсионер 1951 года рождения инвалид первой группы проживал совместно с сестрой. Почувствовав запах дыма она попыталась самостоятельно сбить пламя в комнате брата однако сделать это женщине не удалось. Так же, как и вытащить мужчину. Ей просто не хватило сил и она побежала к соседке вызывать работников МЧС. При проведении разведки спасателями на полу в горящей комнате был обнаружен хозяин квартиры 1951 года рождения и вынесен на свежий воздух. При проведении реанимационных мероприятий медицинскими работниками была констатирована смерть мужчины. Через час звонок в центр управления поступил спасателям Гомельского района. Горел дачный дом около деревни Старые Дятловичи. Хозяин 1954 года рождения инвалид первой группы по опорно-двигательному аппарату. Присматривал за ним сын. При разборке обрушившейся конструкции в комнате спасатели обнаружили тело пенсионера. В обоих случаях основная версия причины возникновения пожара неосторожное обращение с огнем при курении. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Разборки лидеров в 19-м туре чемпионата Беларуси по мини-футболу Гомельская БЧ обыграла Оршанский Витен. Вторая и первая команды чемпионатов встречались на территории железнодорожников. В первом тайме соперники обменялись голами. У хозяев отличился Василий Жариков, у гостей Артем Козел. На старте второй половины игры перепасовка энергетика в центре поля вылилась в обрезку. Контратаку БЧ завершил Павел Книга. За пять минут до финальной сирены хозяева сделали счет 3-1. Автором ключевого взятия ворот Витена стал все тот же Павел Книга, удачно сыгравший на добивании. Переход на игру в пять полевых успеха гостям не принес. Сергей Малышко и Илья Казак поразив пустые ворота Витена сделали победу хозяев крупной 5-1. Хорошая игра получилась. Если два тайма взять, то в первом мы себя чувствовали здесь как бы некомфортно, привыкали, скажем так, к залу, к покрытию. Второй тайм переломили, но проигрывали 2-1, переломили полностью игру. С шестой где-то минуты владели инициативой, то есть уже или 3-1, и понятно, что уже будет тяжело вылезти, или 2-2. Моментов на второй мяч насоздавали, но нужно реализовывать. Этот матч был важен для нас, для того, чтобы еще сохранять шансы занять первое место итоговое в регулярном чемпионате, поскольку у Витена еще есть довольно серьезные соперники на своем пути, и у нас в принципе тоже еще есть такие будут сложные матчи, я думаю, поэтому каждый будет сражаться, каждый будет пытаться набрать максимум очков. Победа в очном поединке позволила БЧ сократить отставание от Витена до одного очка. Гомельская ВРЗ в 19-м туре обыграл Гродненская ОВД Динамо 3-2 и в турнирной таблице замыкает квартет сильнейших. Светлогорский ЦКК проиграл Динамо БНТУ 3-4 и занимает 9-е место. Гомельская энергия обыграла Легион в очередном поединке четвертьфинальной стадии чемпионата Беларуси по волейболу. На домашнем паркете энергетики смотрелись уверенно и победили не отдав сопернику ни одного сета 25-21 25-16 и 25-21. Следующий соперник коллектива Дмитрия Лихорада столичный строитель. Матч пройдет в Минске 18 марта. Футбольные клубы региона продолжают проводить предсезонные спарринги. Футбольный клуб Гомель в Минске с отсчетом 3-1 был сильнее Сморгонием. В Петрикове на обновленном стадионе Припять отношения выясняли местный шахтер 2 и гомельский локомотив. Победили хозяева 2-1. Речицкий спутник проиграл столичному НФК 1-3. В Гомеле состоялась республиканская спартакиада детско-юношеских спортивных школ по спортивной акробатике. Награды оспаривали воспитанники 9-ти спортивных учебных заведений со всей страны. Наш регион традиционно представляли спортсмены Гомельской с душер номер 4. Всегда готовимся мы к соревнованиям серьезно. Единственное, конечно, могут быть ошибки. Некоторые ребята после травмы остановились и выступают. Поэтому есть вопросы. Все равно, тем не менее, ребята всегда стараются. И мальчики, и девочки. Главное, не падать в нашем виде спорта. Удачная домашняя спартакиада сложилась для гомельских юношей. Команда в составе Владислава Агапитова, Павла Борисенко, Алексея Родионова, Назара Иванова и Валерия Качанова заняла первое место и завоевала кубок спартакиады. В отдельных видах гимнастического многоборья по программе третьего разряда Алексей Родионов завоевал четыре медали золота и три серебра. В упражнении на конемахе золотую награду выиграл Павел Борисенко. Обладателем двух бронзовых медалей стал Валерий Качанов в вольных упражнениях и в многоборье. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон»